всем привет сегодня я разбираю супер квартиру в супер жилом комплексе от застройщика брусника это двухуровневая квартира с террасой 140 квадратных метров и это жк на некрасово это второй премиальный дом от застройщика брусника первый был кандинский а сейчас на некрасово он настолько премиальный что там даже в подъездах лежит ковровое покрытие вы представляете какой уровень поэтому и планировку нужно делать соответственно крутую а весь дизайн основывается на планировке поэтому прямо нужно делать круто прикруто в этом видео я расскажу как изменить и сделать классно какие принципе какая логика планирования поэтому смотрите до конца если у вас квартира на некрасово то обязательно бегите ко мне я вам помогу сделать идеальную планировку чтобы дизайн потом был ну какой классный красивый поехали смотреть друзья прежде чем начнем разбор этой конкретной классной красивой квартиры планировку над этой квартиры обязательно призываю вас подписаться на мой телеграм-канал который называется интерьерные встречи ссылочка в описании там мы говорим про дизайн о дизайне в общем все что с этим связано каждую неделю прямые эфиры отвечаю на вопросы там вы можете общаться в общем много всего интересного если вы задумали делать дизайнерский ремонт то вам будет супер полезно поэтому переходите по ссылочке регистрируйтесь подписывайтесь всем буду рад но сейчас начинаем и так перед нами большая квартира 140 метров целых два уровня и эта квартира предназначается для семьи из четырех человек мама папа и два молодых озорных паренька поэтому давайте смотреть что здесь мы имеем изначально вот первый уровень вот второй уровень попадая в квартиру мы попадаем в большой вытянутый такой коридорчик и сразу же у меня возник вопрос куда же куда же мы должны повесить одежду для этого нам брусника предлагает шкаф вот в эту вот нишу шириной метр сорок друзья я так думаю что те люди которые покупают квартиры на некрасово обладают более обширным гардеробом чем метр сорок на четыре человека так мне кажется ну собственно говоря мне не просто кажется а так мне заказчики сказали что-то маловато место ну правда предлагается еще вот как отдельный закуточек под хранение одежды он же видимо постирочная поэтому тут уж каждый сам типа решайте что вы здесь хотите разместить дальше есть огромное общее пространство куда где выделено место под кухонный гарнитур где-то здесь предполагается что встанет стол со стульями где-то здесь диван с телевизором но еще место остается например там под какое-то отдельное пространство в виде комнаты с другой стороны у нас есть тоже большое место достаточно то есть такая комната неправильной формы в которой есть место видимо под будущий гардероб вот где-то вот в этой зоне ну и дальше вытянут вытянутое помещение где нужно как-то расположить кровать для родителей да то есть ну и как как ее не поставь остается очень много места потому что шесть с половиной метров длина комнаты то есть нужно очень сильно подумать дальше есть закуток очень странной глубины 95 сантиметров то есть предполагается что то что это будет что что ну то есть как бы что это под гардероб не тянет потому что если мы шкаф поставим 60 сантиметров глубиной останется всего 35 сантиметров мы не протиснемся никак чтобы ходить внутри этого гардероба поэтому что эта кладовка для хранения чего сейф можно поставить например можно сейф да там то есть как как бы ружья храните например или лук со стрелами или что делать незаметную дверь не показать же мужу например мужу да обычно же жены ремонтом занимаются не показать мужу и там прятать любовника ну давай сейчас лев зайцев тебе устроит ну ладно это я пошутил в принципе ну короче говоря непонятный закуток что с ним делать пока не ясно ванная комната здесь предлагается целых аж две штука вот есть номер раз в одной стороне и номер два где-то близко ко входу это вторая штука и сейчас вот в этом пространстве непонятно а как организовать мастер спальню ну жека высокого уровня комфорт класса как минимум а даже бизнес премиум то есть к это гораздо выше и здесь просто обязана быть мастер спальня мастер спальня это свой гардероб это своя ванная а здесь этого совершенно нет и надо думать обязательно как это организовать а вот а иначе это уже не премиум совершенно то есть не тот уровень есть второй этаж на который мы попадаем вот через эту лестницу лестница находится вот прям вот здесь лестница находится вот здесь по ней мы попадаем вот в этот вот кабинет или что это или эта беседочка какая-то вот 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 здесь вот наверх выходим и уже через вот эти окна которые здесь на втором этаже мы можем выйти на террасу терраса большая огромная шикарная с видами хорошими то здесь можно развернуться по полной программе это вообще прям очень здорово и собственно говоря вот этот вот фонарь наверху он такого размера что здесь особо-то комнату жилую не сделаешь скорее всего это будет у нас кабинет ну или место отдыха в прохладное время года а когда потеплее мы будем выходить на террасу уже в общем вот такое вот немного сумбурное пространство неправильных форм и застройщик что говорит но это свободная планировка делайте что хотите мы конечно так и сделали сделали как хотим но вот всегда остается вопрос а как сделать вот с этим вопросом собственно ко мне пришли как сделать сейчас вот разберемся как мы будем делать итак сейчас я вам покажу правильную планировку как нужно делать чтобы получилось все классно удобно хватило мест хранения а также в будущем в дизайне это все выглядело шикарно красиво гармонично и планировка это очень очень важный момент давайте смотреть сейчас я вам покажу вы увидите различные пятна разных цветов они у меня олицетворяют мебель какую-то определенную поэтому я сейчас все буду рассказывать но а вы смотрите внимательно и так сказать напрягайте свое воображение итак вход в квартиру и первое о чем я заботился это чтобы мы почувствовали сразу же простор чтобы у нас помимо этого создалось еще правильное настроение от этой шикарной квартиры квартир это шикарная на самом деле большая с террасой в шикарном жилом комплексе поэтому сразу же входя в квартиру в прихожую это ощущение должно не только сохраняться но и усиливаться как это сделать в узком длинном коридоре вот вопрос первое что я сделал снес вот эти вот перегородки у этой кладовой и сделал холл холл получился достаточно большим соответственно когда мы заходим мы видим как бы немножко в стороне что этот холл есть а соответственно ощущение простора есть дальше у нас остается коридор вот тот же самый длинный с ним мы ничего не поделаем единственное что я сделал я замуровал вход в ванную комнату потом объясню зачем я ее сделал с другой стороны со стороны спальни и у меня получилось мастер спальни для родителей но пока мы в прихожей шкаф я сохранил этот шкаф будет для текущей одежды ну вот которые пользуемся здесь и сейчас а для остальной предусмотрел гардероб этот гардероб я оттяпал от спальни раньше застройщик предлагал в этом месте гардероб для спальни но я считаю это не совсем правильно потому что должен быть гардероб для верхних вещей где-то вещей много много обуви много всяких шарфов сумок ну и всего прочего поэтому есть отдельный гардероб где это все хранится неудобно что он вдалеке от входа но в этой планировке по-другому никак не сделать потому что вот эта часть где написано лестница там лестница лестница на второй этаж она очень узенькая крутая ну так как ей будут пользоваться скорее всего не каждый день и вообще там выход на террасу поэтому в принципе вполне себе приемлемо она уже сделана и под ней гардероб никак не организовать кстати многие подумают о том что давай-ка мы под лестница еще какое-нибудь хранение сделаем так вот я категорически против потому что мы сожрем вот тот ощущение простора тот воздух мы его просто чем-то закроем и превратим это в стену делать этого нельзя нужно оставить можно больше свободного вот этого вот вот воздуха чтобы вот то самое ощущение просторности его сохранить поэтому гардероб перенесен дальше следующая зона это общее пространство в эту общую комнату кухню-гостиную мы можем попасть двумя путями первый путь это пройти по длинному коридору и попасть в кухню столовую второй путь через холл и скорее всего гости будут так и двигаться ну и может быть хозяин квартиры через холл мы уже попадаем в гостиную таким образом вот это вот попадание с двух сторон дарит нам вот это вот круговое движение всегда когда в планировке появляется такая возможность организовать круговое движение это неизбежно ведет к тому что мы ощущаем вот это вот помещение единым целым а это дает нам простор и ощущение этого простора и вообще это превращается в какую-то некую такую даже улочку где мы можем ходить перемещаться двигаться делает пространство очень интересным в общем пространстве у нас есть диван есть два кресла есть телевизор не совсем напротив дивана а в стороне потому что здесь самое главное это общение и вот кстати говоря обратите внимание на этот момент и потом напишите мне в комментариях что для вас важно вот смотрите когда мы ставим диван прямо и напротив него телевизор то эта история про телевизор то есть вот как мы проводим время дома то семьей да то есть первый вариант диван телевизор то есть мы про то чтобы вот смотреть телевизор второй вариант мы ставим диван а напротив него два кресла а телевизор в стороне то есть эта тема про общение то есть мы уже сидим друг напротив друга и здесь главное общение главное не телевизор он в стороне а главное общение мы разговариваем мы играем в какие-то игры так вот этот вариант как раз таки про это Просто остановитесь и задумайтесь, представьте себе, как вам удобнее общаться, играть в игры и проводить время. Когда вы друг напротив друга или когда как. Это очень важно. Это и есть сценарий жизни. То, про что я все время говорю. Здесь главное общение. Дальше у нас есть большой круглый стол. Он прям реально большой. Он где-то здесь примерно на метр сорок диаметра. То есть от метра двадцати до метра сорока можно совершенно спокойно устанавливать. Шесть человек садится очень комфортно. А круглый стол мы еще помним по фильму «Король Артур». Он первый поставил круглый стол в рыцарском замке, сделав таким образом всех равноправными. Нету никого главного. То есть вот круглый стол объединяет. Здесь все собрались равны друг другу, чтобы стать рыцарями круглого стола. Дальше кухонный гарнитур. Он угловой. С одной стороны это высокие шкафы прям до потолка. Это скрытый холодильник, скрытая техника. Ну и есть рабочая поверхность. Она не очень большая. И если вы внимательны, то вы заметили, что я кухню сократил. Раньше она была длинной. Я построил перегородку и теперь она стала короче. Зачем я это сделал? Я это сделал, чтобы выровнять пространство со стороны кухни. У нас стена единая, в одной плоскости. А вот в том закутке, который организовался, там у меня будет стиральная машина, уборочный инвентарь. Ну и еще какой-то, возможно, часть техники из кухонного гарнитура. Почему бы и нет? Запросто туда это все поместится. Все это будет за дверью. Никого раздражать не будет. Вся эта лишняя техника на поверхности стоять не будет. Вот таким образом получилось большое, хорошее, светлое, с интересным движением большое общее пространство. Вот так нужно подходить к оформлению больших таких интересных квартир. Значит так, слева у нас осталось две комнаты. Это детские. Так как у нас два мальчика, они погодки. Часто проводят время вместе, любят проводить время вместе. Но в то же время хотят в какие-то моменты уединения, остаться, так сказать, сам собой, там, не знаю, книжку почитать, помедитировать. Ну то есть свое личное пространство должно быть. Какое решение? Эти две комнаты объединены стеной. Так вот, половину стены я отрезал, выкинул и поставил откатную перегородку. Теперь эта откатная перегородка может закрываться, открываться. И если они хотят сделать общее пространство, откатывают перегородку, и у них одна общая комната. Хотят уединиться, закатывают перегородку, и у них две разные комнаты. Конечно, у каждого есть свой вход непосредственно в свою собственную комнату. Это их делает изолированными. Это очень удобно, и это делает такую, как бы, возможность трансформации пространства. На мой взгляд, это очень здорово. Ну и весь этот угол я переформатировал, здесь сделал туалет, ванну с раковиной. То есть вот таким вот образом получается, что у них есть своя ванна, есть туалет, он же гостевой. В общем, никто не ущемлен, у всех есть все удобства, что называется. Ну и теперь самое главное, это мастер-спальня, которая здесь, наконец, с моими стараниями появилась. Если у вас нет в квартире мастер-спальни, то обращайтесь за консультацией. Я придумаю, как это сделать и подарить вам вот тот комфорт семейной жизни, так сказать, вот в паре. То есть вот это важно, важно. Сейчас рассмотрим мастер-спальню родителей. Она состоит у меня из трех помещений. Первая это комната, где стоит кровать, вторая это гардероб и третья это душевая. Ну и еще я немножко похулиганил и добавил отдельно стоящую ванную комнату. Сейчас про все про это расскажу. Первое, когда мы заходим в спальню, мы попадаем, собственно, непосредственно в комнату, где стоит кровать. Кроме этого, больше там ничего и нет. Ну а что там нам еще надо, по большому счету? Вот стоит кровать, большая, возможно, с балдахином в будущем. Две тумбочки, да, собственно, больше все, нам ничего и не надо. Из этой комнаты мы можем сквозь раздвижные перегородки, а может быть это будут легкие шторы, мы попадаем уже в такое пространство непонятного назначения, в котором стоит ванная, отдельно стоящая. Сразу хочу предупредить, это, конечно, хулиганство чистой воды. Так делать нельзя. Мокрые точки выносить за пределы ванных, мокрых зон. Ну вот здесь давайте сочтем это неким таким хулиганством в случае, чего можно ее и не делать. Можно вместо нее поставить макияжный столик. Но мне очень хотелось удивить своих заказчиков, поэтому я им предложил отдельно стоящую ванну. Это, знаете, как в дорогих отелях ставят вот эти вот самые ванны. То есть и вот кровать, а вот ванна, и вот кто-то лежит, и кто-то в ванной. Лепестки роз, свечи горят, музыка играет. Ну полный романтик. Правда ведь здорово, да? Ну ладно, идем дальше. Дальше у нас гардеробная. И теперь здесь гардеробная большая, без всяких дурацких кладовок, где у нас сейф с ружьем или любовник спрятанный. Здесь просто нету этой стены, там встроен шкаф. С другой стороны тоже шкаф. И за этими шкафами, шкафами вход в душевую. Есть раковина, унитаз и большая душевая кабина. Вот такое пространство, ну не обязательно такой формы, оно может быть другой. Но сам принцип и сама логика того, что у родителей должна быть своя территория, то есть она должна обязательно присутствовать в любой квартире, начиная с комфорт-класса. Ну комфорт подразумевает свое личное пространство. Это очень важно, друзья. Остается второй этаж, куда мы попадаем по лестнице. И здесь я предлагаю сделать просто такую релакс-зону. То есть это стульчики, это какой-то столик, это какой-то лаунж, это какое-то вино, домино, кальян, мальян. Вот посидеть там что-то в хорошую погоду, чай попить, может что-то перекусить, на террасу выйти. Здесь есть мини-кухня, чтобы вниз не бегать. То есть чай можно здесь себе вскипятить, можно что-то из холодильника достать. Он здесь тоже мини-холодильник присутствует, что-то разогреть в микроволновке. И помимо этого есть еще рабочее место, которое удачно спряталось в закутке. То есть есть стол, компьютер, стул, стеллаж с книгами. Поэтому сюда можно скрыться от всей семьи, посидеть, поработать, что-то придумать, заработать денег и что-то красивое купить в квартиру. Вот, например, какие-нибудь дорогие кресла, муи. Есть такая фабрика, муи, с шикарными креслами. Но это я так, к слову. А вообще пространство организовано вот таким образом. Теперь у нас есть четкое разделение. У нас есть территория детей, она в одной стороне. У нас есть территория родителей, она совершенно в другой стороне. И поэтому они не мешают друг другу никакими звуками, криками, шумами. И есть общая территория, которая посередине, которая объединяет всех членов семьи, гостей. Все там собираются, всем классно, кайфово, замечательно, дружно. А еще оттуда можно попасть наверх, в шикарнейшую террасу. И будет людям счастье. Ребята, но все это благодаря идеально продуманной планировке. Поэтому обращайтесь ко мне за планировками, за дизайном в целом. Ссылочки все оставлю в описании. Но на этом все. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Что вы думаете по этому поводу. Может быть, как-то вы сделали бы по-другому. Мне это все всегда интересно. Читаю, постараюсь всем отвечать. На это все. Жмите на колокольчик. Ставьте лайк. 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 Подписывайтесь на канал. Пересылайте видео своим знакомым. Уверен, оно будет полезно. Но на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза.